Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео сегодня с вами я, Пашки Ильич Анна, и мы обсуждаем такую тему, как подзимний посев овощей. Какие мы получаем преимущества и какие особенности необходимо учесть при подобном мероприятии. При подзимнем посеве овощей мы получаем ряд преимуществ. Первое и самое важное, это то количество влаги, которое почва сумела аккумулировать за счет осенних дождей. Это очень важно и очень необходимо нашим будущим урожаем. Второе преимущество, которое мы получаем, это крепкие растения и хороший урожай, поскольку семена, которые мы высеваем подзиму, попадают в условия естественной стратификации. Иными словами, на них действуют отрицательные температуры, которые, как я уже сказала, положительно влияют на будущий рост, развитие и формирование урожая. Также следует отметить третьим преимуществом, это то, что не выдерживая сроки в кавычках традиционного высева растений, а высевая их подзиму, мы их избавляем от большего количества вредителей, которые могут их атаковать, поскольку вредители просто будут еще спать. Четвертое преимущество я бы отметила, это то, что мы экономим свои руки, экономим время весной, также мы экономим подоконники, которые мы будем заставлять, например, той же самой рассадой. Таким образом, сплошная бытовая экономия. Пятое немаловажное преимущество от подзимнего посева, то, что урожаи, которые мы, как правило, собираем уже в будущем вегетационном периоде на 2-3, а то и 4 недели раньше обычных сборов, они позволяют нам повторно использовать посевные площади, и таким образом мы можем собирать за один сезон 2-3 и более урожаев, если мы говорим, например, про зеленые культуры. А какие же культуры лучше высевать под зиму? В первую очередь, это столовые корнеплоды. Традиционно, это наша борщевая группа, к которой относятся морковь и свекла. Также к столовым корнеплодам, которые следует высевать под зиму, стоит отнести такие, как редис, редька, репа, дайкон и брюква. Помимо столовых корнеплодов, можно высевать под зиму различные крестоцветные, которые, в частности, можно использовать в качестве зеленых культур и, собственно, сами зеленые культуры. Например, петрушка, укроп, кинза и другие растения, которые вы любите использовать в качестве первой весенней зелени. Хорошо себя будут чувствовать в подзимних посевах любые луки, например, лук-сивок, и также не лишним будут высеять под зиму любые чайные травы. Друзья, если вы собираетесь получать не только устойчивый урожай овощных культур, но также украшать свой сад, то обязательно обратитесь в интернет-магазин «Процветок», в котором сейчас находится огромное количество различного посадочного материала тюльпанов, которые будут радовать вас по приятным ценам, красотой будущей весной. Какие же особенности необходимо учесть при подзимнем посеве овощей? Первое и самое важное – это то, что мы семена не замачиваем, мы высеваем семена сухими. Второе правило, которое необходимо помнить – это увеличение нормы высева любых семян. Поскольку, как я уже сказала, растения, семена, точнее, будут попадать в условия естественной стратификации, на них будут действовать отрицательные температуры, поэтому все больные, все недоразвитые семена, они просто не пройдут этой проверки. И таким образом, чтобы избежать разреженных всходов, недружных всходов, мы просто увеличиваем норму высева семян. Если же так окажется, что у вас будет максимально качественный посевной материал, и затем вы столкнетесь с проблемой загущения посевов, то, поверьте, весной гораздо приятнее использовать в качестве прореживания и использования в дальнейшем любые зеленые культуры, даже корнеплоды, нежели не сделать подзимние посевы и не получить хороший урожай. Третье, что необходимо помнить – это сроки высева семян. Как правило, это наступление устойчивого похолодания, чтобы не было вот этих вот температурных колебаний и резких перепадов, чтобы наши семена не успели прорасти, а затем, чтобы случайным образом они не повредились заморозками. Поэтому ориентируемся на погодные условия, которые характерны конкретно для вашей местности. В наших условиях это, как правило, конец ноября. Также необходимо помнить, что любой подзимний посев необходимо проводить лучше в предварительно подготовленную почву, в предварительно сформированные гряды, лучше делать их более высокими, чтобы не было весной никакого застоя воды. Также лучше проводить подзимний посев в борозды, которые предварительно необходимо сформировать до того, как землю скует заморозок. После того, как мы провели посев семян в подготовленные борозды, лучше это все дело накрыть сухой почвой, не проливать и сверху положить любой мульчирующий материал. И последняя особенность, которую следует, на мой взгляд, уточнить, это те группы созревания овощных культур, которые годятся под подзимний посев. Как правило, практика показывает, что сорта ранних групп созревания, они, как правило, более редко всходят, более туго всходят и формируют менее качественное урожай. Поэтому для подзимнего посева выбираем сорта средне-ранние, средне-позднее-позднее. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»